Добрый вечер! В эфире Джентльмен Шоу. С Рождеством вас, дорогие телезрители! Известно, что Рождественский вечер – это лучшее время для гадания. Вот я и решил этим сегодня заняться. Ну, начнём с традиционного – гадания на картах. Так, посмотрим. Что у нас получается? О! Пикового короля ожидает дальняя дорога, а Бубнового короля – встреча с червовой дамой. Так, ну, Бубновый король – это я. Червовая дама – неудобно говорить при всех, кто это. Так, а Пиковый король, её муж действительно собирался уехать в командировку. Сейчас проверим. Алло? Ой! Не уехал. Так что, получается, карты врут? Ну, ладно. Вы пока смотрите Джентльмен Шоу, а я продолжу гадания. А вот ещё одно значительное событие прошедшего года, Джентльмены – Олимпиада в Атланте. И, кстати, я где-то читал, что на проведение одной из следующих Олимпиад претендует Санкт-Петербург. А я считаю, сэр, что Олимпиаду уже давно пора проводить у нас в Одессе. Какая Одесса, сэр? Какая Олимпиада? У нас же нет стадионов, гостиниц, плохо ходит транспорт, нет света, воды в конце концов. Ничего страшного, сэр. Между Олимпиадами четыре года, всё это ещё может появиться. Подождите, а если всё это появится, зачем нам тогда Олимпиада? Известно, Джентльмены, что високосный год чреват всякими неприятностями. Даже подсчитано, например, что брака в таком году заключается в три раза меньше, чем в обычном. Да, вот моя соседка, например, в этом году вышла замуж и, между прочим, в пятый раз. И что, она не боится, что это может принести ей несчастье? А чего ей бояться? Насколько я её знаю, это будет несчастьем не для неё. Некоторые утверждают, что инспекторы ГАИ зачастую останавливают водителей буквально ни за что. На самом деле это, конечно же, не так. И сейчас вы убедитесь в этом сами. Здравствуйте, товарищ капитан. Инспектор ГАИ, капитан Федюк, документы. Пожалуйста. Так, Юрий Иванович, ну что будем, чтобы делать? Наказывать. Так. Наказывать. А за что? Ну, раз остановили, значит, есть за что. Правильно, раз остановил, значит, есть за что. А за что же я тебя, Юрий Иванович, остановил? А-а-а-а... Может быть, я скорость превысил? Да нет, я вроде нормально двигался. А, я, наверное, под кирпич поехал. Да где здесь кирпич-то? Да, действительно. Так за что вы мне тогда... Ну, в общем, я не знаю. Ты думай. Думай. А-а-а, наверное, наверное, я ремнем не пристегнулся. Безопасность. Да нет, я видел, как ты отстегнулся. Видел я, Юрий Иванович. Да? А-а-а, доказать же это невозможно. Свидетели. Нет, вы видели. Я видел. Больше никто не видел. Доказать невозможно. Слушай, Юрий Иванович, это что, мне инспектору ГАИ врать предлагаешь? Нет, нет, нет. Что вы? Что вы? Что вы? Что вы? Да я не... Значит так, ты дальше думай. Раньше придумаешь, раньше уедешь. Вот так. Подождите, подождите. А может быть, я пьяный за рулем? Как? А? Я вам дыхну? Не надо на меня дышать. Я же вижу, что ты не в одном глазу и реваешься. Тогда я, может быть, сейчас пойду пиво выпью, а потом дыхну. Не-е-е, дорогой, так не годится. Ты лучше дальше, дальше думай. Эй, ну что ты придумал? А может быть, я из-за угла выезжал, а там раньше строительство было, и кирпич висел. А потом его сняли, а я же об этом не знал. А незнание, как говорится, не освобождает от ответственности. Вот. Не-не-не, не годится. Что же это получается, Юрий Иванович? Я тебя не за что остановил, что ли, да? Да. Странно. Получается так. Так, а если тебя не за что было останавливать, что ж ты тогда остановился, а? А-а-а, я понял. Я понял. Я остановился потому, что я увидел, что из вашего кармана 20 долларов упало. О, ну ты глазастый. А еще говорят, что у нас водители за дорогой не следят. Все видят, понимают. Все подмечают. Ну ладно, ну давай, езжай, давай. Спасибо. Стой. Да, в следующий раз здесь проезжать будешь. Будь внимательней. Хорошо. У меня 50 долларов из кармана должно выпустить. Давай. Эй, терминатор, шапку-то сними в квартире уже. Белка, это виртуальная реальность. Мне родаки, понимаешь, на Новый год подарили. Я сейчас главного супермонстра замочу и вернусь. О, классно. Ты что? Ну, салют. Падай, Глина. Ну давай, колись, как ты Новый год встречала? Ой, клево. Ой, мы так на Новый год оттянулись. Ну, что ты делаешь? На Новый год оттянулись, шнурки на Кипр свожили. Кайп. Ко мне все подгребли. Всего 18 было. Что, человек? Не, бутылок. Человек пятеро всего было. Ой, это круто. Что круто, что круто. Через сейчас уже ничего не осталось. Балденно. Мы в кабак поехали. И там ничего не осталось. Кайп. А к пяти утра в ночник завалили. А, это там, где стриптиз? Ну да. Не, стриптиз это тоска. Вот у нас училка по анатомии не такое показывала. Ничего себе. Но самый кайф под утро был, когда мы в канаву завалились. А это что, тоже ночной клуб? Не, ну она и днем работает. Тут уж канава, возле дороги. Слушай, а как ты Новый год провел? Ну а мы с пацанами так, знаешь, по старинке. Ну как 12 пробило, так мы друг друга с Новым годом поздравили. А потом целлофановые кульки на голову надели, туда деклофос обшигнули и до утра голубой огонек. О, это конкретно! Наш издат представляет. Кровавые именины. Невинная жертва в свой день рождения попадает в сети безжалостного монстра. Монстр страшен, но в руках у героя горит маленький фонарик. Кто кого? Сказка ужасов с элементами эротики. Муха-цокотуха. Ну что ж, с картами что-то не получается. Что же еще? Говорят, что на Рождество часто снятся вещи и сны. Так что вы извините, дорогие телезрители, я тут сосну немножко. Ой. Спал я и снилось мне, что меня ругает руководство за то, что я заснул во время передачи. Алло, что? Не, ну честное слово, больше не повторится. Клянусь. Ну вот видите, сон в руку. Кто не мечтает новогоднюю ночь о новогодних сюрпризах? Мечтают о них и новые русские. Правда, им в этом плане гораздо сложнее, поскольку для новых русских ни Гавайи, ни Багама, ни даже Королевская сафари в новогоднюю ночь таким сюрпризом уже не является. И вот для того, чтобы хоть как-то помочь этим бедолагам, и появилась фирма, которая организует новогодние сюрпризы специально для новых русских. Здравствуйте. Программа Джентльмэн Шоу. С Новым Годом вас. Вас так же. Вы что, тоже решили какой-то новогодний сюрпризик заказать? Да нет, я, собственно, традиционно в кругу семьи. Жаль, жаль. Нашим телезрителям интересно было бы узнать, какие новогодние сюрпризы предпочитают новые русские. Интересно, пожалуйста. Вот совершенно свежий заказ. Один банкир, я не хочу называть его имя, вы сами понимаете почему, попросил нас, чтобы мы оформили ему встречу Нового Года с женой и с любовницей в воздухе. И причем с сюрпризом, вы представляете себе. Ну, ну вот мы их ровно в 12 часов с парашютами сбросим. Простите, и в чем же здесь, так сказать, сюрприз? Вы знаете, мы сами долго ломали над этим голову. А тут, совершенно случайно помогло, поступило два дополнительных заказа. Собственно, от жены и от любовницы. Жена попросила, чтобы у любовницы парашют не раскрылся, а любовница, чтобы у жены. Вот. Ну, я думаю, что в результате как раз вот даже получится два сюрприза. Простите, и много у вас клиентов? Много. Знаете, деньги у людей есть. Есть. А вот придумать какой-нибудь такой этакий новогодний сюрприз, чтобы запомнился на всю жизнь, это могут немногие. Так что у нас очередь еще и с прошлого года тянется. Простите, я еще хотел бы у вас... Извините, клиент, добрый день. С Новым годом вас. С Новым годом. С Новым годом. С Новым годом. Ну, шо там, Сыша, как там мой новогодний сюрприз? Все готово. Все готово. Я вам могу с уверенностью сказать, что такого нового года у вас еще не было. Ну, и давай, ну, шо там будет? Не, ну, если я вам расскажу, это же не будет сюрприз. Не, ну, ты я тебя запрошу. Ну, ты, браток, ну, я знаю, как ты там намекни. Ну, хорошо, хорошо. Давай. И откроем, так сказать, завесу. Значит, конечно же, будет маленькая елочка. Так. Шампанское. Ну. И очаровательнейшая девушка в белом. О, и кровать. Не, ну, кровать это очень традиционно. Я бы сказал, кресло оригинальной конструкции. О, это как? Это как? Ну, и шо еще? Не, ну, вам же будет неинтересно. Ну, братва, ну, ты колись. Ну, ты меня не томи. Ну, я тебя прошу. Ну, так. Последний штрих. Ну. Вам будет немножечко больно. Ой, так, пап. Я вчера по виду хуп, вот примерно такой вид. Ну, а теперь куда там, я знаю, подъехать, прийти. Никуда приходить не нужно. Если вы действительно хотите получить настоящий новогодний сюрприз, мы дадим вам таблеточку. Вы ее выпьете, заснете, а потом проснетесь с последним ударом часов. И вот тут-то будет настоящий сюрприз. Кайф да базарит. Откройте ротик. А-а-а. С Новым годом! С Новым счастьем! С Новым здоровьем! А вот шампанка прополощите ротик. А-а-а. А сейчас еще одна волнующая многих, в том числе и нас, джентльменов, тема. Работа службы секс по телефону. А кто же все-таки сидит на том конце провода? Кто они, эти скромные труженицы, с нетерпением ожидающие вашего звонка? ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Алло! Алло! Здравствуйте! Здравствуйте! Простите, это служба секс по телефону? Да-да, секс. Ой, извините, пожалуйста, я, наверное, не туда поешь. Туда, туда, туда. Секс это, бля, секс. Нет, наверное, что-то с телефоном все-таки. Да не, не, мужик. Ты только, знаешь, ты только трубку не вешай. Я тебе говорю, мы из секса. По телефону. Да? Да. Но я же хотел с девушкой поговорить. А я за нее. Я за девушку. Вышла она, понимаешь? Не совсем понимаю. Извините, пожалуйста. Да ну погоди, погоди, мужик. Ты трубку не вешай. Ну, понимаешь, тут с этим сексом вот какая история. Она надомница эта, которая из секс по телефону. А у нее трое детей. Ну, и она, как любая женщина, в прачечную вышла. А я ей не сосед. И она меня попросила так, знаешь, ну, просто по-свойски, по-соседски вот этого у телефона подежурить меня просила, да. Ну, знаете, я тут ни при чем, так что извините. А, что ты, ну, мужик, ну. Ну, ты же мужик, ты же кремень, мужик. Ты понимаешь, она же надомница, я тебе говорю. И у нее план. И ей каждый вот этот вот звонок, как на вес золота. Ну, слушай, мужик, ну, ну, елки-палки. Ну, знаешь, она мне вот тут вот этот конспект остала. Я тебе не хуже ее все расскажу. Не, ну, я не знаю. А, что не знаю? Ты давай, ты давай, ты давай слушай. Вот, я читаю. Значит так. Я, понимаешь, такая пышно-трудная блонди... Кто? Не, а-а-а. Не, я пышно, пышно-пышно-грудная блондика. О! Пышно-грудная блондинка. У него, понимаешь, тут такой почерк, блин, что черт ногу сломит. Ну, понятно, до свидания. А, подожди, 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 ну, ну, что, ну, я прямо не знаю. Ну, мужик, ну, ты же не первый раз сюда звонишь. Слушай, ну, войди в положение, а. Давай, давай, знаешь, давай ты мне расскажи, как надо, а я тебе в лучшем виде все изложу. Черт, ну, я не знаю. Слушай, не ломайся, ты давай не стесняйся, ну, давай, как там? Ну, вообще-то... Ну, сначала обычно говорят, я расстегиваю верхнюю пуговицу, оголяю плечо. Не, ну, я не знаю. Да не, ну, все нормально. Слушай, слушай, я такая, понимаешь, пышно-грудная блондинь. Я, понимаешь, расстегиваю верхнюю пуговичку и, понимаешь, заголяю правое плечо. Ну, давай дальше. Не, ну, дальше обычно подробно описывают лицо, формы там. Все понял? Значит, у меня такие здоровые, такие сильные, ну, эти как, о, бицепсы. Ха-ха-ха, да нет, не бицепсы. У меня плечи такие круглые, такие сильные. Ну, ты еще там? Да-да-да, да, я слушаю. Так, ладно, перехожу к лицу. Лицо у меня тоже такое классное у меня лицо, такое здоровое у меня лицо. И, понимаешь, и нос у меня есть, и уши, и зубы золотые тоже два. А, простите, а почему тоже? Ну, как и ушей. И волосы у меня такие длинные, такие щелковистые у меня волосы были. Да, но глаз у меня такой стальной у меня, взгляд у меня орлиный у меня. Ты слышишь, мужик, ты там еще? Да-да-да, да-да, я вас внимательно слушаю, мне очень нравится. Так, теперь, хорошо, теперь перехожу ниже. Знаешь, мужик, у меня это... Ну, ну? Да-да-да, да, говорите, говорите, не стесняйтесь. О, а вот тут и хозяйка пришла, давай, иди сюда быстрее. Ага, передаю ей трубочку, давай. Нет-нет-нет, постойте, нет. Извините, пожалуйста, на чем он там остановился? Я сейчас все продолжу. Девушка, девушка, а вы не могли бы передать трубку вашему соседу? Он уже ушел. Ушел? Жаль. Вы знаете, он во мне что-то такое пробудил. А вы не могли бы дать его телефончик? Он мне так понравился. В последнее время у нас появляется все больше магазинов с европейским уровнем сервиса. В этих магазинах вас вежливо встретят, помогут сделать правильный выбор. Более того, при покупке нужного вам товара вы сможете проверить его в работе. Или, как говорят в народе, попробовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем я могу вам помочь? А вот мне сказали, что тут у вас в магазине все есть для дома, для семьи. Конечно, конечно, все, что вашей душе угодно. Пожалуйста. А мне еще сказали, что перед тем, как купить, вот это вот все можно попробовать. Конечно. А что вас конкретно интересует? А меня интересует... О! Вот меня машинки стиральные интересуют. Очень хорошо. И что, можно попробовать? Ну, конечно, пожалуйста. Маня! Маня! Заходи, Маня. Ты, 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 вы, яка, машинка стиральная, а? Это ж песня. Пробуй давай. Простите, вы что, это все собираетесь здесь? Конечно. Печа дорогая, попробовать же надо. О, иди сюда. Это шо у тебя? Это печка волномикровая? В каком-то смысле микроволновая. Микровейв называется. О, Маня, курицу давай. Это микровейв пробовать будем. Иди отсюда, шо ты стоишь? У тебя же белье стирается. О, у тебя вентилятор есть. А давай его попробуем, что же не работает. Да. Не работает, что ли? Работает. О, действительно работает. Слушай, нравится мне тут у тебя. Ну, я рад. Ага. Так. Ну, пока Жинка по хозяйству хлопочет, я, я тут у тебя телевизор посмотрю. Извини, извини, попробую телевизор. Телевизор. О, попробую. Маня, ты так в холодильник поставь. Простите, вы что, телевизор, холодильник собираетесь пробовать? Ага. Че вы пробуете? Холодильник, что ли, не имею? Ха-ха. Ты знаешь, жарко. Пивка холодным попить хочется. Смотрите, вам не кажется, что вы мусорите? Правильно. А у тебя в магазине этот кулисос есть? Есть. Ну, покажи, как он работает. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, нам сказали, у вас кровать хорошая продаётся. Вы хотите купить? Ну, для начала попробовать. Ага. Спасибо. Алик, давай в накат. В эфире «Джентльмен-шоу» и наша постоянная рубрика «Анекдоты наших друзей». Опа! Вот сюда, прямо на это место, специально для того, чтобы попасть в этот кадр, приехал Ян Арлазоров. Вот Ян Арлазоров, вот Дюк де Решилье, вот «Джентльмен-шоу». Ян. Ну, давай. Анекдот какой-нибудь. Не знаю, для тебя, для этих десятки. Рассказывай. Да он уже все знают, но у меня другого нет. Я не знаю. А тебе рассказывай. Значит, крутой, которого ты умеешь делать, так всё. Идёт, значит, гости. Ну, на рынок здесь, на привозе. А иди послушай, это не о тебе речь. И, значит, покупай. Тебе рассказывай, чтобы у меня была хоть реакция. Иди, подойди. Специально приехал. Здесь сюда. Здесь сюда. Подходите, подходите. И Лимонов говорит, идите сюда. Арлазоров развязывайте. Не хури только, дай, стряхни сюда. Одесса. Анекдот рассказал. Крутой. Ты же не крутой. Микрофон сюда. Прикидывай. Может, ты это знаешь. Приезжает на рынок покупать дружбану, значит, идёт к нему в гости. На рынок, значит, спрашивает. Это у тебя чё? Она говорит, яблоки. Говорит, надо же. Ну, заверни мне так немножечко, килограмм 15. Ну, каждое яблочко заверни так аккуратненько и бантиком перевяжи. А это у тебя чё? Она говорит, апельсины. Надо же. Ну, сделай тоже немножечко так, килограмм 20-25. Каждый апельсинчик заверни и бантиком. А это у тебя чё? Она говорит, киви. Ну, тоже немножечко сделай так, на килограмм 30-38. Каждый заверни и бантиком. А это у тебя чё? Она говорит, изюм. Но он не продаётся. Попало. Не продавайтесь. Не продавайтесь. А я продался, всё бросил. Приехал сюда, только чтобы с Филимоновым сняться. Чтобы вы видели меня. Уже 10 лет мне он приехал для этого, чтобы сняться для вас. Спасибо, что дала. Тебе спасибо. Лишь бы я попал в эту десяточку. В эту девяточку. А ещё один. Тоже крутой, на 600-ом Мерсе. Значит, не заводится нифига. Ну, выходит так, тряпочкой лобовое стекло протёр. Опять не заводится. Он тряпочкой выходит фары протёр. Опять не заводится. Он, значит, так ногой баллон попробовал. Опять не заводится. И такой же 600-ый подъезжает. Мерсе выходит такой. Ну, чё, чувак, не заводится? Говорит, нет. А ты вот так тряпочкой лобовое протирал? Он говорит, протирал. А вот так тряпочкой фары протирал? Он говорит, протирал. А вот так вот баллон пробовал? Он говорит, пробовал. Тогда и я не знаю. Ну что ж, дорогие друзья, наша передача подходит к концу. И для того, чтобы определить, закончится она всё-таки или нет, существует ещё один надёжный и проверенный способ гадания. Ну что ж, результат неоднозначный, но трактовка такая. По-видимому, наша передача всё-таки сейчас закончится, но ровно через неделю она начнётся снова. Так что до новых встреч, дорогие друзья. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!